На выставке по волнам истории представлены работы в разных техниках. Всего порядка 30 картин, в каждую из которых участники вложили душу и попытались передать свое видение того, чем гордится Россия. Мы постарались патриотическую тему все-таки раскрыть более полно. Стараемся деткам прививать любовь к родине, к своей малой родине, к семье. Ну, чтобы они ценили ценности наши, русские тоже традиции, чтобы они почитали своих родителей, уважали свою родину. Ну и были просто счастливыми и самодостаточными людьми. Видновчанка Саша Мехкова живописью занимается с детства. В школе искусств обучается два года и сегодня может с точностью сказать, что этот вид творчества сделает своей будущей профессией. Мне нравится придумывать что-то свое. Я начала рисовать, ну, основательно, я начала рисовать летом, там, два или три года назад. Вот. И мне очень нравилось просто рисовать из головы людей. И в итоге у меня вроде это получалось. И я захотела связать с этим свою жизнь, будущее и поступать куда-нибудь в художественный институт. На выставке Саша представила картину с изображением адмирала Ушакова. Военную тематику подхватила ее подруга Виктория Гуреева. Она написала портрет русского полководца Александра Суворова. Я знаю, он не проиграл ни одной битве. Такая выдающаяся, да, на ваш взгляд, личность? Да. Результатом я довольна. Работа заняла у меня примерно шесть часов. И это акварель. Здесь представлены работы и совсем маленьких учеников детской школы искусств. Семи-восьми лет. Дети, которые еще самые младшие, которые самые маленькие, у них как раз вот нет особых барьеров. Они вот берутся за любую тему и очень интересно ее иногда парадоксально раскрывают. Одна девочка занимается спортом. Я предложила ей что-то об этом нарисовать. Тем более она гимнастикой занимается, а традиционно наша гимнастика лучшая в мире художественная. Я думаю, что я не зря дала именно младшим эту тему. По волнам истории это не просто выставка. Все картины конкурсные. После Дня народного единства к работе приступит отборочная комиссия. Компетентное жюри выберет картины победителей. До этого момента экспозиция в холле школы искусств будет открыта для посещения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.